Режимы просмотра В CorelDRAW X5 предусмотрено 6 режимов просмотра документа. Выбрать их можно в меню Вид на панели управления. Данные режимы отличаются качеством отображения элементов документа. То есть вы можете установить режим, выбрав менее качественное изображение, но более быструю работу, или наоборот. При установке режима просмотра в полном качестве, компьютер будет затрачивать значительно больше времени на перерисовывание объектов на экране. Это будет заметно, если вы работаете с изображениями, в которых используется большое количество элементов. Рассмотрим на конкретном примере режим просмотров в CorelDRAW X5. Режим «Каркас» позволяет отобразить изображение в виде контуров для более быстрой прорисовки изображения. Выберите данный режим. Как вы можете заметить, на документе отображаются только контуры объектов, в то время как заливка объекта не видна. Выберите режим «Упрощенный каркас». Данный режим аналогичен режиму «Каркас». Здесь также будут отображаться только контуры объектов, в то время как заливка объекта будет не видна. Отличие составляет то, что в режиме «Упрощенный каркас» контур показан с меньшей точностью. Следующие три режима во многом похожи. Режим «Черновой» отображает объекты в полном цвете и со всеми атрибутами. Выберите его. Как вы видите, стали видны не только контуры, но и заливка. Данный режим позволяет рассматривать изображение таким, какое оно есть, но в пониженном качестве. Это сделано для того, чтобы скорость работы с изображением была выше. Режим «Обычный» является стандартным и устанавливается по умолчанию. Выберите его. Он показывает изображение также в полном цвете и со всеми атрибутами, и имеет оптимальное соотношение качества изображения и скорости работы. Режим «Улучшенный» позволяет просматривать изображение в наилучшем качестве. При этом данный режим самый медленный из всех. Режим «Пиксели» предусмотрен для растровых изображений и позволяет рассматривать растровые изображения в наилучшем виде. Разработчики CorelDRAW X5 позаботились об удобстве пользователей и создали сразу несколько режимов просмотра, каждый из которых можно применить в конкретном необходимом случае, когда нужно рассмотреть изображение в лучшем качестве, либо наоборот, в худшем качестве, но в более скоростном режиме. Продолжение следует...